Сегодня в Астане открывается первый международный фестиваль боевых искусств. Среди приглашенных гостей самые именитые и опытные в своих категориях мастера спорта, в том числе и голливудский актер Стивен Сигал. Ожидается, что он покажет и несколько приемов айкидо айкикай. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Иван Тулинов. Он находится в спортивном комплексе «Даулет». Иван, добрый вечер. Скажите, чем удивят зрители и участники фестиваля? Спасибо, Динара. Фестиваль начался с приветственной речи почетных гостей. Первым выступил кикбоксер и многократный чемпион мира среди профессионалов Бату Хасиков. Также среди гостей актер, которого знают практически все, кто следил за кинематографом в 90-х годах. Некоторые даже пытались повторить то, что он делает на экране. Его зовут Стивен Сигал. Помимо того, что он голливудский актер, он к тому же является обладателем седьмого дана айкидо айкикай. Он также выступил с приветственным словом и поздравил Астану с днем рождения. Ожидается, что он покажет казахстанской публике несколько приемов из дисциплины айкидо айкикай, в которой он является настоящим профессионалом. Также в фестивале принимают участие профессиональные спортсмены, ведущие боевых телепроектов Сергей Бадюк и другие спортсмены из Китая, России, США, Чехии, Южной Кореи и Японии. Казахстанские спортсмены выступят в таких направлениях, как тайский бокс и рукопашный бой. На татаме выйдут представители местных спортивных федераций и их воспитанники. Хочу отметить, что фестиваль будет интересен не только тем, кто интересуется боями, потому как его можно рассматривать как проявление искусства. В программе запланированы показательные бои в 12 видах дисциплин. Некоторые из них уже только что начались. Так как, к примеру, айкидо представит обладатель звания лучшего инструктора боевых искусств в мире Братислав Стайтич. Он является обладателем черных поясов по айкидо. Восьмой дан и айки-джитсу, пятый дан. Джиу-джитсу представит Алекс Кунин, основатель и глава всей Японской международной федерации. Маркус Антонио да Сильва продемонстрирует показательные бои по капуэйро. Он является заслуженным мастером и главой международной школы, под началом которой тренируется более 25 тысяч студентов во всем мире. Есть среди участников фестиваля и совсем неожиданные представители боевых искусств. Это монахи буддийского монастыря Шаолинь, основанных в 495 году в Центральном Китае. Монахи, оказывается, тренируют не только дух, но и тело. Думаю, что их способности поразят гостей фестиваля. Отмечу также, что завтра с 10 утра до 5 часов вечера участники первого фестиваля боевых искусств проведут мастер-классы для спортсменов федерации учащихся школ. Они пройдут в столичном дворце школьников, так что желающие могут научиться у профессиональных спортсменов новым навыкам. Я поделился всей информацией, которая есть у меня к этой минуте. Динара. Спасибо, Иван. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Иван Тулинов. Продолжение следует...